Любовь в жизнь Анастасии нагрянула 6 лет назад. Возлюбленный красиво ухаживал. Ради него она уехала из родной Молдавии и поселилась в Подмосковье. Однако после рождения ребенка избранника будто подменили. Мужчина оскорблял женщину и дома, и на людях. Заводил случайные связи на стороне, а потом и вовсе стал распускать руки. Он стал просто извергом. Он постоянно кричал в доме, постоянно дошло до того, что летела вся посуда. Ни мне, ни ребенку не давал отдыхать. Последняя капля это было то, что он мне начал хватать за плечи и бить сильно об стену. В итоге она взяла ребенка и сбежала из дома. Но куда деться в чужом краю без денег и родственников? Как показывает практика, в подобных случаях женщины вынуждены вернуться назад, к мужу, где снова терпят побои и оскорбления. Но эта история стала исключением. Знакомые сказали, что помочь могут в храме Тихвинской иконы Божьей Матери в поселке Измайлово Ленинского района. За эту возможность Анастасия и ухватилась. Я уже сама залезла на сайт храма, позвонила. Мне уже передали номер телефона Людмиле Георгиевне. Вот так вот мы созвонились. И она прям говорит, а когда вы вот на можете приехать? Так она оказалась в православном социально-реабилитационном центре Тихвинской иконы Божьей Матери Булатниковского поселения. Двухэтажная особняк, когда-то принадлежавший графу Головкину, теперь пристанище для тех, у кого семейная жизнь дала трещину. Причем едут сюда женщины со всей России. В Новосибирске мы были никому не нужны. И здесь нас приняли. Я очень благодарю Людмилу Георгиевну за все. И простите меня за эмоции. Людмила Георгиевна на плечах этой маленькой женщины и держится этот приют, больше похожий на гостиницу. Семь номеров с евроремонтом, кухня на двух этажах и даже продукты питания в холодильниках. Все это она. Ей помогает и администрация, которая в прошлом году выделила деньги на ремонт, и прихожане храма. Они несут сюда все, чем, как говорится, богаты. Два раза центр получал губернаторскую премию, но средств все равно всегда не хватает. Мы живем за счет прихода. И, конечно, хотелось. Ну, помогают люди. Там в Москве мне дают продукты, овощи, фрукты. Здесь в области мы получаем молоко, творог. Кому как-то вот, ну, помогите. Помогают. Людей очень много, которые хотят оказать помощь. Но не знают, кому и как. С этой целью Людмила Саратовцева обратилась в общественные организации Ленинского района. На ее письмо откликнулся молодежный парламент. Ребята взялись организовать информационную поддержку. Для тех, кто тоже хочет помочь реабилитационному центру, мы опубликуем телефон, электронную почту Людмилы Георгиевны в социальных сетях молодежного парламента. Вы сможете с ней связаться и узнать, что нужно приюту и как им помочь. Жилье и питание это еще не все. Тут способствуют в получении алиментов и оформлении развода. Да и просто сочувствие и соседство таких же товарищей по несчастью дорогого стоит. Михаил Решетов, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.